По умолчанию ссылка для перехода к папке Dropbox помещается в список избранного. Этот список расположен в боковой панели проводника Windows 7, так что можно оперативно получить к ней доступ всего в один клик мышкой в проводнике Windows. Также доступ к этой папке можно получить, используя контекстное меню, которое появляется при клике по значку в области уведомлений. Надо выбрать пункт Open Dropbox Folder. Кроме того, после того, как Dropbox уже запущен, двойной клик по значку на рабочем столе также открывает папку Dropbox. Можно также открыть папку Dropbox, дважды кликнув по значку в области уведомлений. Выберите наиболее удобный для вас способ для быстрого доступа к папке Dropbox. А теперь давайте подробнее рассмотрим папку Dropbox и основные возможности при работе с ней. Папка Dropbox — это такая же обычная папка, как и многие другие на компьютере. Единственное отличие — все файлы, которые вы поместили в эту папку, автоматически синхронизируются с онлайн-хранилищем. Таким образом, для того, чтобы загрузить файл в онлайн-хранилище, достаточно только переместить его в эту папку. По умолчанию создается всего две папки — Public и Photos. Первая папка служит для размещения в ней файлов, которые будут доступны всем пользователям, а вторая — для создания фотоальбомов. О создании фотоальбомов мы поговорим чуть позже, а сейчас остановимся на папке Public. Эту папку можно использовать для передачи документов и файлов друзьям и коллегам, и сейчас я расскажу, как это сделать. Допустим, необходимо переслать кому-то документ. Для этого достаточно только переместить этот файл в папку Public. После того, как файл будет синхронизирован, рядом с его названием появится иконка в виде зеленого кружка с галочкой внутри. Теперь, чтобы отправить ссылку для скачивания этого файла, кликните по нему правой кнопкой мышки и из выпадающего меню выберите пункт Dropbox Copy Public Link «Скопировать публичную ссылку». Ссылка будет скопирована в буфер обмена. Ее можно вставить, к примеру, в сообщение электронной почты. Перейдя по этой ссылке, пользователь сможет скачать файл или просмотреть его онлайн. Также в выпадающем списке доступны еще две ссылки «Browse on Dropbox Website» и «View Previous Versions». Первая ссылка позволяет перейти к просмотру файла на сайте Dropbox, а вторая открывает историю изменений этого файла. Все версии файла, измененные за последние 30 дней, хранятся на сервере Dropbox. Так что если вы внесли правки в текстовый документ и потом решили от них отказаться, то всегда можно вернуться к предыдущей версии. Для этого достаточно выбрать версию из списка на сайте и кликнуть по кнопке Restore – «Восстановить». Продолжение следует...